Зять офицера из Челябинска, которого арестовали в США, осознался в сотрудничестве с российской разведкой. И теперь бывшего американского спецназовца ждет суд. По данным западных СМИ, завербовали бывшего спецназовца именно в Челябинске. Тему продолжит наш корреспондент. По данным газеты The Washington Post, оказалось, что Питер Рафаэль Зибинский-Деббинс признавался в сотрудничестве с российской разведкой еще год назад. Однако все это время оставался на свободе. Напомним, экс-спецназовца арестовали на прошлой неделе. По данным сайта РИА Новости, 45-летний Питер Рафаэль Зибинский-Деббинс передавал российским спецслужбам секретную информацию о работе сил специального назначения. Согласно документам суда, с декабря 1996 года по январь 2011 года 45-летний Питер Рафаэль Зибинский-Деббинс, как предполагается, вступил в сговор с агентами российской разведки. Американские власти утверждают, что за этот период времени подозреваемый периодически посещал Россию, встречался с сотрудниками российских разведслужб. В 1997 году Деббинс якобы подписал заявление, подтверждающее его желание служить России. Российские агенты присвоили ему кодовое имя. И вот, по данным газеты The Washington Post, обвиняемый признался в сотрудничестве с ГРУ. Как заявил помощник прокурора Томас Трекслер, Деббинс сам признался в сотрудничестве с российской разведкой в июле прошлого года во время внутренней проверки с целью продления доступа к государственной тайне. Однако американские власти решили тогда оставить его на свободе. Я ощущал себя мессией для России. Представлял, что освобожу ее от деспотического правительства. Поэтому я был польщен, когда они обратились ко мне. Кроме того, меня беспокоило, что они могли сделать с семьей моей жены. Согласно документам Минюста, Деббинс во время одного из своих первых визитов в Россию, а именно в Челябинск, встретил свою будущую супругу. Здесь они поженились в 1997 году. Через 13 лет жительница Южного Урала получила гражданство США. Тесть Деббинса был офицером российской армии и жил в Челябинске. По версии американских властей, Деббинс был завербован в 1996 году в Челябинске, когда прибыл в столицу Южного Урала в рамках образовательной программы. Деббинс нарушил свою клятву, поставил под угрозу национальную безопасность нашей страны, раскрыв секретную информацию сотрудникам российской разведки, предоставляя данные о своем подразделении, раскрывая личности служащих спецназа российской разведки, чтобы та могла попытаться завербовать их в качестве шпионов. Теперь по американским законам бывшему спецназовцу грозит пожизненное заключение. Сейчас мужчина под стражей.